Привет, друзья! Вы на канале Яхта на Колесах. Меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Caravan Salon Düsseldorf. Сегодня мы снова на стенде Bursner. Решили посмотреть еще один прицеп, компактный. По большому счету он, наверное, такой ближайший конкурент, условно, который мы можем рассмотреть, к Adria Aviva 360 DK, привычному нам. То есть это компактный семейный вариант. Модель называется Premium Life 415 TK. Цена примерно соизмерима также с Adria Aviva 360 DK. Подробную информацию и цену, конечно же, смотрите по ссылочке в описании. А сейчас я вам скажу в двух словах, что мы здесь имеем. Мы имеем вес тонна 100, соответственно, он у нас попадает в категорию B. Он, нельзя сказать, что прям компактный, совсем по длине. 6 метров 22 сантиметра, ширина 2,12, высота 2,61. Далее, что еще по технической информации, 50 литров бак с чистой водой. И в случае, если нету душа, то это вообще 30 литров. Соответственно, это может быть опционально решено. Дальше внутри посмотрим, есть ли душ конкретно в той модели, которая представлена здесь. Да и, в общем-то, все. Я думаю, нужно на этом нам отправляться внутрь. По дизайну все прицепы Bursner выглядят примерно одинаково. Дизайн остается достаточно классическим. Слишком сильно они не стараются следовать моде, судя по последним всем выставкам. Однако здесь есть вот такие трековые светильнички с рассеивателем. И мы можем, естественно, их повернуть, как хотим, снять, переставить с одного трека на другой. Или на этот трек, например, добавить USB-розетки. В передней части у нас сразу при входе справа большая столовая группа. Даже по три человека можно сесть на каждый диванчик. Размер 1,30 метра в целом и диванчика, и стола. И, соответственно, стол у нас может опуститься. И здесь получится, по сути, основная спальня. То есть, вот это будет считаться основной кроватью у нас здесь. Ну и она, соответственно, будет достаточно широкая. 130 это неплохо для компактного прицепа. Также здесь у нас предусмотрен кронштейн, на который устанавливается телевизор. Он поворачивается как в сторону задней части, так и в сторону столовой. Как нам, нашей душе угодно. В данном случае у нас установлен муляж. Есть шкаф с полочками. И ниже под ним расположена газовая печка. Мощность ее 3 киловатта. Но, судя по пульту управления, мы можем видеть, что печка также может работать от электричества 220 вольт. Далее по левому борту идет холодильник. Обращаю ваше внимание, что фасад холодильника в одном цветовом решении с остальными фасадами. Холодильник у нас компрессорный. Работает исключительно от электричества. Объем 130 литров, как указано в описании. Ну и с противоположной стороны у входа расположена кухня. Достаточно большая рабочая поверхность. То есть мы можем видеть, здесь у нас стоят горшочки. Есть место. При том, что в данном случае ничего не стоит на плите. Если же мы закрываем стеклышки, то у нас есть здесь еще дополнительное место. Плита газовая, 3 огня и мойка. Все это в одном модуле от Dometic. Ниже ящичек для столовых приборов. Большой шкафчик. Все защелки весьма классические. То есть нажимаем на кнопку и защелкиваем. В момент, когда ручка как бы доступна для нас, ящик не заперт. И выше есть большая панель, которая нас рассеянный свет дает, светодиодная. И еще один шкафчик. Далее в задней части гардероб большой, полноценный. С палочкой и полками в нижней части. И совсем в задней части расположены кровати. Максимальная нагрузка 80 килограмм. Соответственно, две полки. Одна повыше, другая находится практически на полу. Именно по этой причине я по большому счету и сравнил этот прицеп с Авивой. Да, у нас с Авивой сзади вход и спереди получается более изолированная как бы основная спальня. Но тем не менее, концепция вот этих полочек, то есть такой семейный вариант, когда, допустим, сзади расположены дети. Ну, на самом деле, могут быть и взрослые. 80 килограмм, и это полноценная кровать. Ширина этой кровати 70 и длина 2 метра. Но, скорее всего, комфортнее будет с детьми. То есть, родители, допустим, расположились здесь, в передней части, а сзади дети. Единственное, что у нас осталось важно еще сказать внутри, это, конечно, санузел. Еще больше контента в нашем сообществе ВКонтакте по ссылке в описании. Подписывайтесь и будьте в контакте с яхтами. Санузел достаточно компактный. По сути, мне здесь некуда сделать шаг влево, шаг вправо. Я просто могу здесь стоять и вот, грубо говоря, корпусом повернуться. Есть туалет Тетфорд с электросмывом, полочки достаточно большие в задней части. Ну и, конечно же, раковина, углубленная в столешницу. У нас здесь версия с душем. Так сказать, интрига раскрыта. Вот эта шторка закрывает фасады, а если мы потянем на себя кран, то получим таким образом душ. Снаружи в задней части у нас есть багажный отсек, так сказать. Если мы его откроем, то, конечно же, увидим кровать, которая расположена в задней части. Но ее можно поднять, зафиксировать. И тогда мы получаем весьма просторное место для перевозки и хранения вещей. Например, что там могут поместиться небольшие велосипеды. Но даже если мы кровать опустим, все равно у нас внизу останется немного места для того, чтобы сложить какие-то сумки и чемоданы, когда мы стоим на стоянке. Бюрснер Active Premium Life 415TK мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу Бюрснер, по поводу данной планировочки. Всю недостающую информацию, которую я не сообщил в ролике по тем или иным причинам, вы найдете по ссылке в описании. Или можете задать ваши вопросы в комментариях. Мы всегда им рады. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал, где вы можете попросить нас снять какие-то конкретные модели. А мы постараемся учесть ваши пожелания. И, конечно же, на этот канал, чтобы не пропустить другие ролики из Дюссельдорфа. Мы смотрим разных производителей, разные бренды, в разном ценовом сегменте. Интегралы, полуинтегралы, дорогие, дешевые относительно. И, конечно же, прицепы, как сегодня. Меня зовут Антон, а это канал Яхты на колесах. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok